Весь ликер вытек из конфеты и побелело, и вообще-то только выбросили, да? Или шашель завелась, да? Нет, вот это не завелась. Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и я отчаянный оптимист. Я веду подкаст о том, как жить, когда все вокруг дорожает, и при этом оставаться на позитиве. Герои делятся своим жизненным опытом, а эксперты – полезными советами. Наш первый выпуск был посвящен водителям, которые не мыслят своей жизни без машины. Обязательно послушайте «Было весело». Кстати, мы также есть в Spotify и Apple Podcast, так что не стесняйтесь и обязательно подписывайтесь. Сегодня поговорим о еде. По данным Банка Латвии, жители тратят на продукты питания в среднем четверть своего бюджета, а в самых бедных группах – большую часть доходов. Честно признаюсь, лично я, когда захожу в магазин и потом выхожу, мне порой хочется плакать. Вроде потратил много, а купил всего ничего. И вот в последнее время я стала замечать, что многие жители ходят с полными тележками продуктов. Я понимаю, что и раньше такие были жители, которые закупались так надолго, но в свете последних событий на них как-то волей-неволей начинаешь обращать пристальнее внимание. И я решила так незаметно подглядеть, что же у них в тележках, и обнаружила, что там достаточно много продуктов длительным сроком хранения. И вот тогда я задумалась, может, и мне купить пачку риса не одну, а там две или три, тем более скидка есть, и тем более время такое неспокойное. Но я тут же попыталась себя остановить и подумала, а не стану ли я тем, кто создает вот такой продуктовый ажиотаж, после чего с пола пропадают определенные продукты. Все мы помним соль, гречка, туалетную бумагу. Я начал создавать продуктовые запасы. Со мной все нормально? Так звучит тема нашего сегодняшнего выпуска. И разобраться в ситуации я пригласила человека, который все знает о работе торговых сетей. Это президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Донусевич. Здравствуйте. Ну все немножко так перегибнули палку, но что-то знали. Как есть. Эксперты продовольственной ветеринарной службы, которые расскажут о том, как же правильно хранить продуктовые запасы дома, если вы решили этим заняться. Это заведующий отделом по надзору за реализацией продовольствия Татьяна Марченкова. Здравствуйте. И свою коллегу, журналиста портала Delphi, редактора отдела бизнеса Полину Элоксину. Привет, Полина. Ну что ж, Полина, начнем с тебя. Ты многодетная мама, и насколько я знаю, в твоей семье уже пошел процесс создания продуктовых запасов. Помню, ты как-то показала фотографию, как вдоль стеночки красиво стоят бутылки с подсолнечным маслом. Расскажи, чья это была идея, и что вообще у вас там в семье происходит? На самом деле, лично я абсолютно не сторонник делать запасы. Я всю жизнь жила по принципу, вечером после работы сходила в магазин, приготовила, и цикл этот повторяется на следующий день снова. Но в пандемию, когда, естественно, были возможности ограниченно ходить в магазин как-то, у нас стали образовываться вот эти первые запасы. Муж сходит в магазин, купит несколько пачек риса, гречки, макароны. Все это у нас такие полочки специально заполнялись. Все купите уже больше года. Да, это не случилось этой весной. А потом появился еще такой продукт, как школьные пайки. А детей у меня много. О, да. И в итоге несколько пачек гороха, бобов, консервы. И это все в таком объеме, что, в принципе, за раз ты это не съешь. И так появились первые запасы. Потом, когда весной мы заметили, что стали дорожать некоторые продукты питания, было уже понятно, что подорожает подсолнечное масло, а некоторые торговые сети предлагали его еще со скидками, мой муж на ажиотаже стал покупать с большими упаковками это все. И в итоге у нас под столом образовалась целая батарея вот этого подсолнечного масла. Потом образовались запасы гречки, риса, макарон, консервов каких-то. Но, к сожалению, что я заметила, допустим, те же продуктовые пакеты школьные, в которых был консервированный горошек или фасоль, они простояли, ну, примерно два года. И сейчас я их открываю, они уже не лучшего качества. С горошком у меня была та же история. Он стоял у меня в холодильнике, срок годности был еще нормальный, я его открыла, по-моему, перед праздником, а он уже мутный. То есть было обидно, конечно. Было обидно, да. И больше всего я, конечно, переживала за крупу, потому что предыдущие годы меня научили, что даже непросроченные продукты могли оказаться с личинками или с летающими бабочками, из-за чего приходилось все запасы тут же в один день утилизовать. Ну, это обидно. Ну, а послушай, а где вы храните все эти запасы? То есть под столом где-то, в холодильнике? На данный момент у нас забита морозильная камера, все под столом. То, что можно хранить в шкафчиках, оно хранится в шкафчиках. Это, извини, я тебя прерву, это обычная квартира. Это обычная квартира, да. Ну, я говорю, что я против, мне это очень все не нравится. Это больше мой муж докопительством занимается. Но что меня вообще в этой истории настораживает, ну, конечно, такая не очень хорошая история, но у него лет 10 назад, когда умерла бабушка, мы приехали к ней домой, в ее квартиру, и мы обнаружили, что там вся квартира вот в этих запасах. Мы открыли диван, а там сахар 70-х годов, соль тех же годов, какие-то крупы. И я вот нехорошо так говорю, но эти запасы пережили бабушку. Их пришлось выкинуть, никто ими не воспользовался. Ну, понятно, что все люди тогда создавали какие-то, ну, не все, но часть населения создавала запасы. Ну, тогда это было как бы нормальным, считалось, да. Оно не пригодилось. Да, ну вот сейчас тоже, кстати, ты тоже упомянула, вот в ковид действительно люди начали запасаться. Была такая тенденция, потому что страшно было, в магазины нельзя было попасть. Вот, господин Данусевич, насколько я знаю, вы достаточно скептически относитесь к созданию продуктовых запасов. Вот почему? Надо понять, что люди должны планировать, сколько они потребляют и насколько соотносится запас к тому потреблению, которое они пользуются. И ковид показал то, что наша торговля может обеспечить товарами бесперебойно. Если мы видели, что там в Великобритании были пустые полки, у нас такого не было. Конечно, были отдельные продукты, которые пропали временно, потому что запасы, которые хранятся в торговле, они в какой-то определенной, ну, планируются там плюс-минус период, который оборачиваемости, плюс немножко больше, если вдруг там какое-то… У нас среднее потребление. Да, на среднее потребление. Но у нас эти очень разнородные поставки. Надо понять, что у нас сети тоже разные. У нас есть сеть Максима, которая базируется в Литве. У нас Лидл, которая базируется в Германии. Риме, которая базируется в Скандинавии. Ну, еще другие, не говоря уже санкционирования мэра, которые базировались в России. И поэтому должен быть очень глобальный кризис, скажем так, конец света, чтобы у нас не было продуктов. Конечно, появляется время от времени перебой с каким-то продуктом конкретным. Но здесь я тоже хочу, наверное, возможно, Таня тоже, как специалист питания, расскажет и подскажет еще раз, что каждый продукт заменяем. Но если нет гречку, кушайте там перловку, рис. То есть есть другие продукты, которые могут заменить этот конкретный продукт. Об ассортименте мы тоже поговорим. Но вот все же в каком-то интервью вы сказали, что одно дело иметь запас продуктов на 72 часа, как предусмотрено в плане обороны, которую нам всем тут распространяли не так давно, а совсем другое – скупать все подряд. То есть на 72 часа все-таки стоит иметь этот запас на всякий случай. Ну, определенные продукты, скажем, у меня тоже есть запас там побольше. А чем вы запаслись? Ну, купил там упаковку горошка, как всегда, упаковку каких-то сыпочек, гречку. Ну, так в пределах разумного. Мы понимаем, сколько мы за месяц потребляем, но в пределах месяца больше мы не берем. Притом мы закупаем те основные продукты, которые необходимы для изготовления еды. И они согнуты в мелочи, что там помидоры, еще это. Ну, очень узкий ассортимент. Консервация у нас только, наверное, горошек и сосоль. Сосоль. Ну, и за остального очень мало. Ауза, пасос, два килограмма. Ну, нет смысла держать. Во-первых, и по качеству, Татьяна, наверное, больше расскажет. И во-вторых, но будут эти продукты, этот рост цен, ну, не такой уж высокий. Если мы посмотрим, скажем, по продовольствию, мы уже видим, что, например, в овощной группе половина овощей вернулись вообще на уровень прошлого года. Некоторые немножко подскочили выше, но цена стабилизировалась, и она не меняется. Это то, что касается зеленой продукции, и, наверное, она самая здоровая для людей. Поэтому, ну, эта группа товаров самая стабильная по ценовому. Продолжает рост молока и молочных продуктов. А мясная группа опять идет вниз, и цены немножко стабилизируются. Это связано с тем, что мы все-таки часть общего рынка, и в Европе эти цены более низкие, чем она сегодня у нас. И, ну, как всегда во всех соединенных посудах, если здесь слишком высокое, здесь низкое, то цена выравнивается, и она падает. Поэтому я тут не вижу необходимости создавания больших запасов. Это такой психологический элемент, когда заходишь, кто-то там покупает три пачки, и думает, что, может, мне тоже надо. Вот о чем я и говорила, да, у меня тоже, вот это же чисто психологический момент. Вот, вот, вот. Но я стараюсь себя успокоить тем, что я не хочу. Вот я помню этот ковид, когда все ломанулись создавать, покупать, сметать все с полок, и я стараюсь в этот раз себя как-то немножко... И плюс последняя к этому добавка, то, что не надо идти голодному в магазин, а надо поймать. А вот это очень важный лайфхак, между прочим, это тоже, да. Это тоже все-таки помогает выйти из магазина с тем, что ты планировал купить, а не купив то, что тебе, возможно, и не нужно, да. Ну, вот, Татьяна, как у вас обстоят дела с запасами? Вы их создаёте? Минимально. Только то, что нужно. Потому что, в принципе, на сегодняшний день водопровод, вода прекрасная, можно всегда набрать воды хорошего качества, и это будет своеобразный запас, и совсем не обязательно покупать газированную там или минеральную воду. Это элементарные такие вещи. То есть, условно, в Риге из-под крана можно набрать пластмассовую бутылку, и она будет... Да, мы хотели, много раз обращались в Риге с Уденцей, хотели сделать сравнительный анализ, показать открыто, что рижская вода совсем не хуже той воды, которая продаётся как дзарамой с Уденцей. Про минеральную воду не будем говорить, там уже вопрос, какие минералы, кому что надо, да. Ну, там разный уровень минеральных солей, поэтому там совершенно другой. Но пока Рига не хотела это делать, не хотела доказать качество своей воды, я тоже дома беру воду из крана и на неё делаю чай, кофе, а другие там... И всё в порядке, да. Привозная вода, там ужасно, нельзя пить, и там надо... Ну вот я тоже, честно говоря, больше слышала о том, что не пей из-под крана. Я хочу вернуться к началу нашей беседы, и я тут слышу, вот зелёный горошек стоял у меня в холодильнике, испортился. Надо понимать, что есть разные сорта зелёного горошка. И даже если это мутная жидкость, то это съедобно, просто это более низкого сорта горошек зелёных. Это вопрос качества, но не вопрос безопасности. То есть если банка не бомбажна, не повреждена, и самые безопасные, если мы говорим про запасы, самые безопасные это консервы, самые различные. Рыбные, мясные консервы, овощные консервы, у них срок годности достаточно длинные. Что касается круп, с крупами очень осторожно, потому что, к сожалению, иногда уже с покупными крупами вы можете в дом занести пищевую моль, и тогда идёт повреждение других продуктов, которые находятся в негерметичной упаковке. Я предпочитаю хранить всё в стеклянных банках, и меня когда-то научили, и я этим давно пользуюсь. Когда я перекладываю в стеклянную банку, я беру зубчик свежего чеснока и ложу туда. А запаха никакого? Нет, даже манку ложу. Но главное не перестараться. Конечно, если вы туда головку положите, тогда будет манка с чесноком. Я сделала ремонт, и у меня эти кухонные шкафчики не такие вместительные, как до этого были. Ну, ничего страшного. Вот у меня сейчас дома заканчивается пачка муки, и я купила новую пачку муки. Всё. А вы её храните в стеклянных банках, но не в холодильнике? То есть она в шкафчике может стоять? Нет, она в шкафчике стоит, но я храню или в стеклянных банках, если есть возможность, да, ну там по 2 килограмма не всегда найдёшь такую банку, или же тогда заворачиваю в пакет так, чтобы это герметично было, да, ну в полиэтилен пакет. Ну что ещё такого? Ну соль, сахар, ну сколько мне надо? Ну 2 килограмма, ну 3 килограмма максимум. Поэтому ваши запасы растительного масла, скорее всего, вам придётся выбросить так же, как те продукты, которые вы выбросили после бабушки. Потому что продукты, которые содержат жир, которые не являются в герметической упаковке, и ещё если неправильно на свету хранятся, оно будет прогорклое, оно будет горчить. Что значит герметическое? Кислород туда не попадает. Но, к сожалению, растительное масло у нас не в герметическое. Оливковое, наверное, да? Ну, оливковое, возможно, да. И у каждого продукта есть свой срок годности. И, конечно, если вы посмотрите на дорогое оливковое масло, оно всё в тёмных бутылках, да. Это в первую очередь от того, чтобы от солнечных лучей не происходила прогорклость, да. То есть окисление. То есть и холодильник не поможет. И холодильник не поможет. И холодильник не поможет. Что делать, Полине, с этим маслом теперь? Ну, дарить друзьям. Да, дарить друзьям. Пользоваться. Вот, активно пользоваться этим маслом. Самое безопасное – это консервы. В своё время на Северном полюсе в России был большой склад, НЗ, склад пищевых продуктов. Там был огромный морозильник. Мы очень часто получали консервы. Именно из НЗ они были все в солидоле, в таком жире, да, чтобы это самое, из НЗ и те мясные консервы очень даже хорошего качества, да. То есть консервы – это стерильный продукт, да. Да, у меня тоже мясо, это охотничьи консервы лежат уже три года, и когда открываешь, никаких проблем. И, кстати, и варенье тоже хорошо стоит. Ну, варенье там сахара много. Ну, за сахарик. Оно, нет, не всегда оно сахаривается. Не всегда. Да, это зависит, как оно приготовлено, да. Какое-то неправильное варенье, значит, и варенье. У нас там 16-й год, 15-й, 13-й, даже еще. У меня еще старше есть. У меня мама по профессии была пищевой технолог, и она крутила эти консервы, ягоды, сахар, сок, и мне забит весь мой подвал. Я уже так потихонечку отбираю и отношу в мешочке к мусорнику, и думаю, те люди, которые нуждаются, они могут это использовать просто. Я, кстати, тоже иногда так делаю, если вижу, что срок годности, скажем, подошел к концу, ну, у меня как-то рука не поднимается выкидывать продукты, я его ставлю рядом. Сейчас никто так много вот этого варенья не потребляет, потому что это сахар. И, знаете, даже если употреблять тот запас, который сделан за лето, его сложно уничтожить на такие сроки. Я теперь единственное, что я делаю, я консервирую огурцы и помидоры, все. Больше я не делаю никаких салатов, шмолатов, ничего я не делаю, потому что, ну, у меня есть сад, вот, и я ничего другого там не выращиваю. Современные родители, они немного по-другому. С вареньем все же нужно возиться, а так можно собрать ягоды, просто заморозить или перетереть сахар. Это тоже консервированный продукт. У меня такие продукты, бывает, лежат и три года. Ничего страшного. Но если мы говорим про органолептические свойства таких замороженных продуктов, конечно, со временем они теряются и образуется и не снег сверху. И потом, допустим, если это рыба замороженная, можно видеть, когда пожелтеет, это уже идет реакция, когда жир окисляется. Даже в магазине, если вы будете покупать и вы видите желтизну, то лучше я не советую. Но органолептически оно не будет достаточно вкусно. Мы все-таки живем, считаем, что в бедном и довольно богатом обществе в Европе, и что очень много у нас отходов продовольственных, ну, в среднем по статистике говорят, что 30%, более-менее, я не знаю, какие данные, возможно, у вас более точные. И это, конечно, проблема, и они появляются вот как в домашнем хозяйстве, когда что-то ты купил больше и уже ты… Большая часть из домохозяйств пищевых отходов. Не от производителей, не из магазинов. Есть исследования Министерства среды, сейчас я уже точно не помню, или 19-й, или 18-й где-то год, и они смотрели, откуда образуются эти пищевые отходы. Так вот, большая часть из домохозяйств. Вот вы кандидат на сдачу. Полина, обязательно мы уже об этом скажем. У меня много родственников, поэтому я теперь в гости хожу с подарками. Ты чего не толкаешься? И надо еще сказать, что в торговле очень мало отходов, действительно, потому что торговля очень оперативно реагирует на все. У нас есть и распродажи, и плюс сейчас более легко можно пожертвовать продуктами, поэтому когда срок годности приближается, и те товары, которые есть… Длительного хранения. Длительного хранения. Мы можем сейчас легче отдавать, а то, когда это было очень сложно с тобой. Осталась буханка хлеба в магазине, но ты не можешь сдать, тебе надо в центральный склад, и может взять только организация, которая регистрирована. Вообще, в раздня, не знаю, насколько сегодня упрощено, но упрощено. У меня есть друзья, которые как раз-таки покупают такие товары, у которых заканчивается срок годности. Допустим, хлеб. Они его сразу же из него делают сухари дома. Или молоко. Они его сразу берут по акции много и замораживают, а потом размораживают творог, сметану. И все это… Говорят, зачем? Если можно купить дешевле, мы так экономим. А, кстати, молоко можно замораживать? А почему нет? Можно из молока, когда много молока, делать творог дома. Нет проблем. Если честно, мы не так давно, где-то года 3-4, пришли на хранение хлеба в холодильнике. Надо сказать, что он не портится даже более месяца. В холодильнике он дольше стоит, потому что это американский способ жизни. В Америке все, что можно, все в холодильнике и в морозильнике хранится. Или в той же самой Финляндии. Допустим, черничный пирог, который обычно традиционно там на Рождество, там полный холодильник забит. Любые гости, когда приходят, она его… Пожалуйста. Но у него тоже какой-то срок годности же есть. Ну, в морозильнике срок годности увеличивается, потому что черничный пирог, он до года может быть даже там стоять без проблем. Если у вас хороший морозильник, нет проблем. Потом очень много зависит от упаковки. Ну, сейчас вообще уже, как я считаю, с ума посходили. Даже суп замораживают. А это неправильно? Ну, какой вкус от него, от этого супа? Это помои. Но у нас даже есть предприятия такие общественного питания, которые берут и замораживают суп, а потом его размораживают в микроволновке и подают потребителям. Но это самые низшие категории предприятий общественного питания. Они никогда… Мишелин не получит звезду. Ну, как есть. Я очень рада, эстонцы вот взяли и получили Мишелиновскую звезду. А наши еще долго будут. Ну, Мишелинская звезда – это, конечно, такой немножко выпендреж. И мы были в ресторанах, где чем особо они не отличаются. А по упаковкам? Ну, сейчас упаковка дошла до того, что у нас тоже есть молочные продукты, которые не в холодильнике, со сроком годности 9 месяцев. И сливки. Ну, такого типа продуктов. Молокос, да, и то ли литовское, то ли искусское в пасеках. Нет, это другое дело. Нет, есть специальная упаковка. Ухатэ. Упаковка, где это обеспечивается. Я не говорю про Ухатэ, а тоже такой стандартный. Ну, есть еще специальная упаковка. Да, более активная. И у нас в магазинах уже такое стоит, да? Вот эти продукты, они производятся в Голландии, мы еще их не довезли. Кстати, мы спросили наших читателей, что они думают по поводу создания продуктовых запасов. И вот что выяснилось. Олег, 35 лет, водитель, живет один. Не вижу смысла как-то записаться едой. Я вот беру морковь или картошку, и если долго хранится, все сгнивает. Плюс, нужна настоящая отдельная морозильная камера, так как у меня холодильник маленький. Если честно, я вообще бы отказался от похода в магазин и питался бы в кафе. Вечером после работы часто захожу в кулинарию супермаркетов и покупаю готовую еду. И Риме, и Максима отлично готовят, и выбор есть. Иногда мне это дешевле, чем купить килограмм картошки. А три картошки себе на ужин покупать как-то глупо. Оксана, 45 лет, педагог. Я делаю запасы, чтобы немного сэкономить. Покупаю чуть больше, чем нужно по скидкам. И крупы, и мясо. Молоко давно беру только ультрапастеризованное, которое не портится. По 10 литров сразу. Раньше брала молоко по скидкам и морозила. Так как места в холодильнике не так много, то теперь все, что планирую заморозить, предварительно вакуумирую. Лера, 44 года, многодетная мама, чиновник. Люблю делать что-то впрок. Это удобно и позволяет сэкономить. Покупаю морковь, картошку, другие овощи. Чищу, разрезаю, раскладываю порционно и морожу. Получается так же, как в магазинах продаются пакеты с замороженными овощами. Только свои и намного дешевле. Кирилл, 35 лет. Руководитель отдела по обслуживанию клиентов. Запасы делаю, но чисто символически. Держу неприкосновенный запас консервов и разных вкусняшек. Так, чтобы на неделе две хватило. Кое-что еще с ковида осталось. Из-за грядущего подорожания продуктов сильно не стрессую и специальных мер предпринимать не планирую. Аня, фармацевт, 36 лет. Я решаю проблемы по мере их поступления. А вот муж делает небольшие запасы. Запасает понемногу гречку, макароны, консервы. Но я боюсь, что все это съест моль. Анастасия, 29 лет. СММщик. Мама запасла несколько килограммов разных круп и муки. Держит их в погребе и использует понемногу. Я раньше посмеивалась над ее паранойей на тему того, что грядут тяжелые времена. А теперь думаю, что идея установить солнечные батареи и обеспечить энергоавтономность дома была офигенной. Игорь, 41 год, сварщик. Специально запасы, именно как запасы, не делаю. Но имею привычку сразу закупать помногу. Упаковку сахара 10 килограмм. Риса килограммов 5. Макароны в ящик набиваю. Беру большие упаковки просто, чтобы часто не ходить в магазин. А вот родня, пережившая войну, запасается. У них это с советского времени. Светлана, многодетная мама. Не вижу смысла создавать запасы. При необходимости все можно купить в магазине. Нехватки же нет. Летом едим все свежее. Да, зимой что-то дороже. А через два года еще дороже будет. Но на всю жизнь не напасешься. Татьяна, мама школьника. Со времени выдачи школьных пайков образовался некий запас. Затем закупки в магазине во время ковида. И еще одна полка заполнена. С началом повышения цен, не во всех магазинах находила продукты, которые нравятся. Соответственно, при наличии этих продуктов беру с запасом. Навсегда не закупиться, это понятно. Но мне нравится, когда в доступе есть та же соль. И не нужно бегать искать ее по магазинам. Валерия. Запасы, а еще эти все заготовки с закрутками. Ну уж нет. Во-первых, нет столько места. Во-вторых, мое время стоит намного дороже. Если продукты будут дорожать, то буду больше зарабатывать. На вашей же страничке, господин Донусевич, Латвийская ассоциация торговцев, были приведены цифры, насколько все подорожало. И вот с декабря прошлого года по апрель получилось, что там соль подорожала на 98%, хлеб на 77%, белый хлеб, манна 75%, овсянка 39%, гречка 25%. Но при этом справедливости ради стоит отметить, что есть группа товаров, которые, наоборот, подешевели. Это рис, макароны и горох. Так вот вопрос. Нас всех пугают и предупреждают, и готовят к тому, что цены на продукты в том числе продолжат расти. Но в одном из своих интервью вы достаточно оптимистично смотрите на весну следующего года, и что рост цен остановится, и даже будет спад. Почему? Мне кажется, я даже раньше сказала, это не следующий год, это уже, я думаю, что к лету это должно произойти. И мы и на сегодня видим... К этому лету? Да. Ну, что рост цен остановился и постепенно падает. Закупочные цены уже начинают колебаться. Ну, как-то. Если это местного производства, если не будет, как сказать, сбыта этих продуктов, они вынуждены будут сбросить эту цену, да? Потому что посмотрят на цены и покупают литовскую, эстонскую молочку. А еще мы видим, что на сегодня цены пшеницы пошли немножко вниз уже стабилизируются, и сроста уже нет. Ну, и вопрос, конечно, как разрулит конфликт, если пойдет зерно из тех запасов, которые есть в Европу. Тогда один вопрос. Если мы снизим отходы продовольствия с 30% до 20%, мы уже компенсируем ту нехватку 10%, которая сегодня создалась в мире. Ну, и, конечно, вопрос, как будет наша политика с соседями. Если Белоруссия не вступит в войну, тогда, возможно, найдется какое-то решение, и мы начнем получать удобрения из Белоруссии и какие-то другие дополнительные продукты, которые на сегодня влияют на рост цен. Ну, и бензин тоже. Хорошо приняли решение, что биодобавка не будет. Значит, это минус 10 центов на литр, и мы уже видим, но сегодня наш бензин дороже, чем в центре Европы. Это еще одна больная тема. Да, топливо на заправках. Ну, вот ваша коллега из Центра содействия сельхозрынку Ингуна Гулбы тоже заявила. Я не коллега. Извините. Хорошо. Эксперт. Это оплаченные государством научные работы. Хорошо. Хорошо. Ну, так вот, Ингуна Гулба сказала, что на полках магазинов кардинально изменится ассортимент продуктов. То есть не будет больше, условно, 5 видов риса, будет 1-2 вида риса. Про кардинально, я думаю, она немножко лукавит. Потому что у каждой сети есть своя стратегия, как она продает. Скажем, в том же литре, и сейчас там одна позиция бывает, да, или две, и больше никогда не будет, и меньше тоже не будет. Меняется все равно. Но есть сети, где будет ассортимент, будет сохранен, и поэтому это кардинальное снижение. Я не понимаю, откуда ноги растут. Конечно, будет снижен ассортимент, потому что у людей, тем более, если не будет решена, как люди восстановят покупательскую способность, потому что цена выросла на 18%, зарплата так быстро не вырастет, и ни с чего тоже ее выращивать. И на сегодня помощь государства нулевая. Если бы мы снизили, скажем, НДС на продовольствие 21%, тогда эти 18% мы даже не почувствовали, она была бы дешевле, чем до роста цен. Но все остальные страны это делают. Ну, НДС это же очень чувствуется, это пятая часть, потому что у меня есть же друзья, которые постоянно считают, что им выгоднее раз в две недели ездить в Литву за продуктами питания. И однажды у меня ребенок отправился с ними в Литву. Когда она мне привезла, я показала чек, у меня круглыми есть глаза, потому что я не видела риса 8 пачек по 100 граммов за 98 центов. А еще в Польшу доехали бы, там было бы еще больше. А топливо, подождите, а топливо дорогое? У нас был большой автобус на 9 мест, и поэтому много людей скинулись. Можно собираться автобусом и ехать. Это окупилось. И надо сказать, что государство, наша налоговая политика испортила тоже внутренний рынок. Если у нас были эстонцы, которые к нам приезжали, ну, в принципе, до Риги там была волна мигрантов, условных, тогда сейчас, к сожалению, движение повернуто наоборот. Потому что у эстонцев, во-первых, было дешевле, во-вторых, у них не было ограничений на услуги, на отдыхе и так далее. Сейчас это развернуть очень сложно. И мы потеряли очень много. И там, и в Литве. Но Литва может быть меньше, но тоже приграничные районы. А если мы говорим об ассортименте, то есть у нас снизится, выбор уменьшится у нас? Выбор немного уменьшится в каждой торговой сети. Но у нас в торговых сетях очень много и разновидность разная. Ну, просто в одном магазине ты зайдёшь в этот, будет меньше ассортимент. Если тебе что-то не устраивает из этого ассортимента, пойдёшь искать в другом магазине. Или маленький Римми, или маленькая Максима, там будет другой совершенно ассортимент. Если вы пойдёте в 3XX максимум или в гипермаркет, в Риме вы совсем другой ассортимент найдёте. Да, может быть, он изменится, но не в такой степени. И ещё плюс, быстрее сделайте закупку. Сейчас, когда вы ставите при ассортименте, вот это взять или это взять. Мы ещё макционные. Легче будет выбрать, да? Я хожу в магазин со списком. Я сяду, мне всё равно, голодная или голодная я. Я сяду, напишу себе список. И обычно я напишу этот список и забываю его дома. И хожу, и опять набираю полк на эти сетки. Но со списком лучше всего, конечно. Ещё вот сейчас с запасом всё-таки надо пересматривать и свои запасы, и смотреть сроки годности. Скажем, у меня родственники конфеты были, некоторые, которые, к сожалению, брали сверху, а внизу пятилетняя уже весь ликёр вытек из конфеты и побелела её. Только выбросили. Или шашель завелась. Нет, вот это не завелась. Мне понравилась у меня соседка, такая пожилая. И ей тоже общество помогает, и эту овсяную кашу, овсянку. Она говорит, опять эти мошки прислали, а ей уже эту овсянку некуда одевать. Опять эти мошки. Не прислали. А в PET-бутылках можно хранить крупы? Можно. Почему нельзя? Можно. Но я говорю, самый лучший вариант для того, чтобы отпугнуть этих пищевую моли – это стекло. Помним. С чесноком. С чесноком. С стеклом есть эти банки. Ну, только из чеснока не снимайте эту, как она называется. А это хорошо, что вы уточнили. А то снимите, тогда действительно манка будет с чесноком точно. Ну, в общем, вывод один – кушать нам будет что, да? Я думаю, что будет. Мы живём в стране, где всегда будет что кушать. Вопрос – что, как. Но это надо немножко тоже… Мы немножко разбалованы за это время, и нам хочется то, и всё, и то. Хотя вот эта разновидность всего – йогурт с морковкой, йогурт с перстиком, йогурт с чем-то, чем-то, чем-то. Но это, конечно, интересно, и производитель всегда ищет какой-то путь. Но, конечно, это и дорожает продукт в целом. Чем больше обработан продукт… Вот, допустим, есть молоко трёхпроцентное, два с половиной процента, да, и ноль пятипроцентное. Например, какое вы выберете? Самое жирное. Два с половиной. Два с половиной. Ну, ладно, это среднее. Два с половиной – три процента. Потому что 0,5, чем больше его обрабатывают, тем больше вкладывается в него. И пищевая ценность там уже никакая будет. То же самое с творогом, то же самое со сметаной. Надо выбирать среднюю. Чем меньше этот продукт обрабатывается, тем пищевая ценность лучше этого продукта. Потому что для того, чтобы снизить жирность, необходимо что-то вложить для того, чтобы это сделать. То есть масло 82 процента. Ну, маслом может только называться то, что имеет 82 процента. А остальное будет какой-нибудь спред. Продукт масляной, да. Скажите, если мы вернемся в торговые сети, в магазины, зря я так волновалась, что с полными тележками. Вот вы как специалисты, вы видите, ажиотаж наблюдается? И отличается ли этот ажиотаж поведения покупателей от того, что было в ковидное время? Я, наверное, две недели не был в магазине в Латвии. Но я, насколько я слышу от коллег, нет ажиотажа. Конечно, когда что-то появляется, возвращается. Они на него попали просто. Он был не один. Ну, хорошо. Но дело в том, что в квартире негде хранить. Вот это главная проблема. В квартире негде хранить. И это надо знать. А если мы говорим, у того, у кого есть частный дом, но все равно необходимые условия для того, чтобы хранить. И знаете, надо понять тоже то, что не все люди, так сказать, идеологии устойчивы. То, что сегодня все время мы напоминаем про войну, это, конечно, участие людей создаёт такую панику, что если вдруг завтра война, как я там переживу месяц осады там города, да? Конечно, ну, немножко мы перегибаем этим. Надо так быть более реальными. То, что происходит, и понять, что может быть, и что не может быть. Ну, что, поэтому вот такие люди есть, которые покупают очень много. Я тоже знаю художницу, у неё вся квартира завалена, там коридор сложно пройти, почему-то собирать. А может быть, ну, просто сборщики, это болезнь. Покупайте сухие супы, сухое картофельное пюре. Оно места мало занимает, да? А они вредные? Чем они плохие? В плане полезности самое сложное, что там будет глютамат и соль, да? Ну, его надо хорошо разбавить водой, тогда нормально. То есть, это, конечно, выход такой. Причём дешёвый. Я говорю, беспокоит, как, допустим, ну, хочу хранить картошку, морковку, купить осенью большой мешок. Ты картошкой подешевле. А где? Вот реально нигде. Поэтому зачем эти запасы нужны? Где вы хранить будете в квартире? Даже в подвале жилого дома картошку, морковь, невозможно сохранить. Прорастает. Она прорастает, она вянет, невозможно её сохранить. Будем честно, там цена на картошку особо не изменилась, как было в прошлом году. Тем более, что на средешевой продукте морковь сейчас покупаю. Мне стыдно этому. Купил 2 килограмма, а стоит какие-то евро или полтора. Но всё-таки сельхоз – страна. У нас очень, у многих домик в деревне, сад, поле, которое засажено не знаю чем, кто занимается пчёлами. То есть, у нас сельская страна, и я думаю, что таких огромных запасов вряд ли нам нужно будет. У нас рапс выращивают, у нас рапсовое масло делают, и никаких проблем не вызывает. И есть оливковое. Оливки в Латвии не производят. Там всегда будут, на юге вы их выращиваете. Просто огород – это какой-то ещё новый тренд один. Ну, это новый тренд. А подсолнечное масло сейчас не на цене уровня. Оливковое масло? Примерно, да. Так зачем вам пользоваться подсолнечным маслом? Берите оливку, она более здоровая, да? Конечно. Я обожаю нерафинированное подсолнечное масло, потому что это вкус детства. У меня дедушка с бабушкой жили на юге, и я всегда ищу нерафинированное подсолнечное масло. Ну что ж, вот такая картина у нас сегодня получилась. Лично я для себя решила, что делать глобальные продуктовые запасы, наверное, не имеет смысла. Но кое-что по скидкам я, наверное, всё же прикуплю. Хочу сказать большое спасибо гостям студии за то, что нашли время и пришли. Кстати, Полина, ко мне в гости тоже можешь приходить не с вином, а с бутылкой масла. Над этим оптимистичным выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрикс Паус Бритис, режиссёр монтажа Ильдар Фатахов, озвучка Ильдар Фатахов и Евгения Олехина, продюсер подкаста Ксения Колесникова и я, его ведущая, Ольга Петрова. Субтитры создавал DimaTorzok